Всем привет, с вами Аляска на Бередлаб. Работаем с картами, смотрим как раз погода на ближайшие дни и делаю выводы о катаклизмах. Начинаем с Америки, но мы видим вот этот циклончик, судя по всему, обладает каким-то потенциалом, особенно здесь в южных штатах. Мы сейчас видели здесь мощные грозы на побережье Мексиканского залива, прям в прямом эфире. Плюс этот циклон мы видим у Аляски находится, он, судя по всему, засыпает снегом Аляску и Канаду, и хвост его уходит вот сюда аж. Смотрите, аж до Гавайских островов доходит, ничего себе, длина хвостов. Но здесь мы видим, продолжается гроза, судя по всему, она там как раз утренней, кто-то наслаждается сейчас из местных жителей. Ну здесь, кстати, вот еще один циклон есть, северный Гудзонного залива, он здесь чисто снежный, такой холодный циклон. Ладно, а давайте Южную Америку глянем, что здесь, хвосты начали отцепляться, наконец-то, от Южной Бразилии, более-менее, да. Здесь штормы в основном на северо-западе сейчас континента, так более-менее прочищаются. В Атлантике мы видим вот здесь какая-то система такая штормовая у Западной Африки, включая Канарские острова. Что-то как-то необычно в этом месте видеть штормовую систему. Между Исландией и Великобританией мы видим здесь тоже такой шторм, но вот его прямо сюда зажало. Здесь антициклон сейчас стоит, вот видно, и, видать, его расплющило об этот антициклон. Так, в Европе хорошие сейчас процессы. Процессы, это такие, знаете, там, облачность пояснений мы видим, да, так вот просматривается снега пока нет. Ушло вот сюда вот циклоническая система Италии на Балканы мы видим, да. Так, да, чуть увеличим. Видно, над Центральной Европой облачность сейчас присутствует, в Украине тоже так довольно-таки плотно. Но вот есть такие ложбинки, ложбинки, и мне кажется, что там в этих-то ложбинках там днем-то нормально, а вот по ночам там довольно-таки прохладно. Вот, что пишет, октавиан 2011, у нас в Киеве мороз стоит днем, а снегом и не пахнет, все сухое. Вот, я говорю, вот эту ложбинку, вы как раз в ней попали. Скоро, наверное, эту белую массу будем видеть только по советским фильмам 70-х годов. Ну, что, так, у вас же совсем близко в городе Харьков выпал снег, потом выпадал снег в Днепре, в Запорожье. То есть, не так уж и далеко от вас. Так, что еще можно сказать? В Поволжье, в Поволжье у нас непогода, циклон вчера разыгрался, вот как раз я размещал в Телеграме его вид. Он на Медузу был похож, но сейчас эта Медуза мы видим, что сместилась вот сюда, вот уже к Уралу, даже частично в Западную Сибирь заходит кое-где плотно. Ну, вот в Пензе вчера где-то 15 сантиметров насыпала метель, также метель была в Самаре. Вот Иван Залвин пишет, что первая метель сезона и сразу пробки 10 баллов, вот такие вот новости пришли из Самары. Также там описывали метель в Поволжье из различных городов, тоже из Самары, из Казани. Ольга Шаламова писала, что довольно-таки мощная метель. Ну, вот BSLV Channel тоже пишет, что 20 ноября в Казани днем было минус 5 и ночью минус 5. В 7 вечера начал валить снегопад, метет вовсю, сугробы выросли до 6 сантиметров, ну, а 21 ноября сугробы 8 сантиметров. Потом Гузель, посланница небес из Уфы, пишет, что у них 10 сантиметров сегодня утром выпал снежный покров. То есть, довольно-таки мощные такие явления отмечались. А вот где не отмечалось, это вот здесь вот на Кольском полуострове мы здесь видим прояснение. И там держался 20-ти градусный мороз вчера целый день. То есть, не поднималась температура выше минус 20, пишет об этом Марина Дмитриева. То есть, такая вот глубокая заморозка уже происходит на Кольском полуострове. Так, из Рязани, пишет Игорь Воронов, минус 8 пасмурно сегодня. За прошедший циклон выпал 11 миллиметров снегом. Снежный покров 7 сантиметров, причем приличные наметы. Вот я вчера смотрел, там машины в Пензе вытаскивали прямо из этих снежных ловушек. Так что процессы интересные происходили. Давайте посмотрим, что на юге-то, какие там сейчас процессы. Иван Позняков пишет, в Ростове ноль и пасмурно. Снегопад в ночь с 22 на 23 число, наверное, уберут совсем. Вчера давали 25 миллиметров, сегодня уже 6 миллиметров. Ну, судя по всему, да, там вот этот циклончик, который сейчас в Балкан и Италии, он довольно-таки слабенький. Это не то, что вот эти циклоны были, это Фредерики там и прочие, которые устраивали разгромы и крышеснос. Вот это немножко попроще. Артем Назаров пишет, из Краснодарского края. Ночью было плюс 2 градуса, временами дождь со снегом. Вот так вот, ветер сильный, до 12 метров в секунду. Утром было плюс 1 градус, ничего себе. Также сильный ветер днем. Обещают, ну, сейчас, точнее, происходит плюс 2 градуса. Тут пасмурно, ветер северо-западный, умеренный 9 метров в секунду. То есть, видно, что погода-то не особо такие романтические сейчас. Роман Елизаров из Ставропольского края пишет, что плюс 4 градуса. Северо-западный ветер, скоро он усилится. Вот, и также отмечают, что в Воронеже на метеостанции отметили 18 сантиметров снежного покрова. Вот так вот. Так, интересный ник пишет. Циклон Седловина в Москве на целых 4 градуса холоднее, чем в Чувашии. Аномалия, раньше всегда Москва была теплее Чувашии. А я даже могу объяснить, почему. Потому что здесь связано с отходом циклона, понимаете. И у вас сейчас, Чувашии, вы находитесь как бы еще под хвостом этого циклона. А Москва находится за ним. И поэтому видно вот эти ложбинки, да, холодовые. Куда из верхних слоев атмосферы опускается холодный воздух в эти ложбинки. И поэтому там холоднее. Но вот радует то, что люди отмечают основные тенденции, да, подмечают. Это очень радует. Давид Дондо пишет из Грузии. В зоне Балканского этого циклона находимся сейчас. Сейчас дождь закончился к пяти вечера. Суточный максимум был плюс 11,4. А минимум плюс 7,4. Сейчас плюс 8. И осадков больше не будет. В квартире плюс 16,5 градусов. В спальне, где отопление, плюс 19,6. Ну, что-то при таких температурах включаете отопление. Да, еще держите 20 градусов. Вы знаете, это слишком комфортные условия. Это плохо для организма. Организм не тренируется. Я включаю отопление только когда, знаете, плюс 5. Такие вот. Это очень легко. Знаете, для чего? Чтобы не завелась эта плесень. Единственная причина. Так бы я бы и не включал ее. И даже иногда бывает, что плюсовые температуры, по ощущениям, даже в квартире холоднее, чем когда минусовые. Знаете почему? Потому что соседи натапливают, когда минусы. И все поднимается вверх. Так, можно не топить. А вот когда 0, плюс 5, такие температуры, здесь может быть прохладно. Так, ладно, давайте, что-то я разболтался. Переходим в Сибирь. Да, Виталий Ишталюк, это Полтавская область, пишет тоже в Украине. У нас выпал первый снег. Поздравляем вас с этим. Вы видите, только Киеву не хватило снега. Так. Эко Механикс Волт пишет. Сибирь за последние сутки пережила два времени года. Было интересно. От плюс 10 с порывами ветра больше 37 метров в секунду до минус 8 в рамках одних суток. Про многочисленное отключение света и разрушение интернета рассказал в деталях. Очень большие и емкие по масштабам становятся циклоны. Особенно для этого времени года. Из южных экваториальных широт до заполярья. И все это за сутки. Да, и все почему? Потому что у них длинные хвосты. Вы видите, сейчас циклон уже к Ямалу. Вот у него вверх подходит. Это медуза к Ямалу. А смотрите, хвост доходит сюда в Иран. Все еще. И, соответственно, вот это говорит о большом потенциале энергетическом. Так. Иван Яз пишет из Алтая. Интересно делится своими переживаниями. Как он пережил всю эту систему, которая произошла. Прошла через Алтай. Проснулся он 19 ноября в 6 утра от того, что дом трясется. Как при землетрясении. А входная дверь открылась и начала хлопать. Ветер проник в веранду. Хотя там щелей немного. И там гулял, игрался с дверьми. Я вышел на веранду и видел за окном сполохи. Но грома не было. Скорее всего, это были рвущиеся провода. Я закрыл дверь и лег спать дальше. А утром проснулся в 10 утра. Нет ни света, ни интернета, ни воды. Пошел по ветру в магазин за водой, хлебом и свечами. Осмотрелся. Мой дом уцелел. Ничего серьезного не пострадало. Но, когда шел до магазина, деревня наша будто пережила артобстрел. Всюду разбитые теплицы. Сорванные крыши. Особенно дома с металлической крыши пострадали. Порванные провода и упавшие деревья. Света не было до полуночи. Сидел дома вечером при свечах. Слушал радио, которое работает от батареек. Романтично. Косвенно из-за урагана я все-таки получил травму. Когда в темноте пошел за дровами, то наступил на торчащие из доски гвоздь. Теперь хромая. Ну что ж, выздоравливайте. Да, еще Иван Иоас также поделился причинами со стороны шамана, почему это произошло. Дело в том, что в славянской мифологии богины зимы и смерти называется Мара. И вот считается, что Мара легла спать прямо в Салаильском кряже вместе на стыке трех российских регионов. Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. И поэтому зимы в Алтайском крае все нет и нет. И вот шаманы пошли будить Мару, чтобы пришла зима и восстановился баланс в природе. Ну вот разбушевался ураган над Южной Сибирью. Теперь зима точно настанет. И действительно похолодало, идет снег. Однако дальнейший прогноз погоды говорит о том, что Мара опять впадет в спячку. Вот такие вот интересные истории. Но если серьезно, то какие-то энергии есть у холода. Вот я, как можно назвать специалист по холоду, я могу сказать, что не все так просто. Холод холоду рознь. Ну вот из Новосибирска пишут, что минус 13 ясный и штиль. Ну мы видим на карте, что сейчас ясная погода сейчас установилась над Южной Сибирью. И Матвей Кузнецов вчера писал из Иркутска, что было пасмурно весь день. Вчерашние плюс 6 значительно подкосили снежный покров. А через пару дней заглянут 20-ти градусные морозы. Зимнего настроения теперь нет. В общем, странности продолжаются. Вот у него Александр пишет, интересно, какая погода будет через 30 лет. Я думаю, что климат станет еще больше резко континентальным. Вот эта поляризация усилится. Пустыни вырастут. И станет еще суше. Еще суше климат станет. Так, идем дальше. Мы видим, что над Якутией здесь снежный покров. Небольшая облачность совсем. На Чукотке вот сейчас находится циклон засыпает снегом. Так-то хорошая погода на Дальнем Востоке. В Приморье тоже все хорошо. Вот Завгуд пишет. Комсомольск на Амуре уже неделю. Температура ночью минус 8, минус 6. Днем, да, минус 4. Чуть-чуть снежок и тихо. Вот такие отличные погоды стоят. Так, ну, Женя 86 вчера писал, что в городе Сургут было минус 23. А ночью уже минус 28. Представляете, уже практически штурмуются 30-точки в Западной Сибири. Ну, сейчас циклон немножко, может быть, изменит тенденцию. Ну, а так, в целом, да, к вам так настоящая зима нагрянула. В Китае мы видим здесь тоже облачность проходит по середине страны. А так и на Западе, и на Востоке ясно. Ну, кстати, здесь тоже видно Бенгальский залив. К Восточной Индии эта облачность в итоге доходит. Освобождается Юго-Восточная Азия от облачности. А вот Австралия вся гремит, смотрите. Причем мощно гремит. Прямо такие суровые грозы. Происходит Африка. Сюда хвосты с Антарктиды к восточной части дотягиваются. В Китае реальной зоне здесь своя обычная грозовая активность. Так, ну что, давайте быстренько глянем, где у нас какие происходят сейчас осадки. В Канаду снегом засыпают. Здесь на Западе довольно-таки сильный снегопад по побережью дожди. И вот надо присмотреться к штатам, которые от Великих озер до Мексиканского залива как раз идут. Вот здесь мы видели мощные грозы. Южная Америка потихонечку освобождается от штормовой активности. Вот над Балканами сегодня будет непогода. Может быть чуть-чуть в Западной Украине. Ну а так в основном видно остатки здесь Кавказа, Кавкази, Иран. Соединяется Казахстан, Каспий, Поволжья. И вот основные события в виде снега мы сегодня посмотрим. Это Урал. Это Пермь, Екатеринбург, Челябинск область. Сам Челябинск может быть и не дойдет до него. В Уфе, смотрите, уже плюсовые температуры. Тюмень минус 8, Сургут минус 10. То есть на год все-таки тепла перед циклоном происходит. И чувствуется, что мороз потихонечку отступает. На Чукотке мы видим снегопады проходят. Ну а так в Австралии мощные грозы. В принципе-то ничего такого особого нет. Давайте теперь температуры посмотрим. Вот как сейчас располагается мороз. По какой линии получается Варшава, Кривой Рог. Все, что севернее и восточнее, получается минусовые температуры. Да, еще Ростов-на-Дону тоже в ноль ушел. Все, что юго-западнее, здесь плюсовые температуры. В общем, в центральной Европе неплохо. До 10 градусов. Парижа 10 градусов. Лондон 10 градусов. Берлин плюс 4, Копенгаген. Плюс 4 градуса. Видно, что здесь восточный ветер. А сейчас и он довольно-таки холодный. Плюс Скандинавия здесь за минус 10. На севере в Керуне минус 23. Там уже настоящая зима. Холодно. Вот на Кольском полуострове тоже за минус 10 градусов. Архангельск минус 5. Санкт-Петербург минус 5. Минск минус 4. Воронеж минус 5. Москва минус 7. Казань минус 2 градуса. Такие температуры. Вот в Уфу здесь заток такой теплого воздуха произошел. В Оренбурге так вообще плюс 6. Откуда берется этот теплый воздух? Вот с Индийского океана. Смотрите. Ташкент плюс 23. Душамбе 21 градус. Бишкек даже от этого получает плюс 15. Алматы плюс 10. Но у Астана вот 0 градусов. Как раз граница между холодным и теплыми фронтами происходит. С чем связано? Циклон здесь. Вот он находится у Атарау. Циклон здесь плюс 9. Один из центров циклона. Дочерний циклон, можно так сказать. И сюда затягивает теплый воздух. Даже Самара плюс 1. Саратов плюс 1. В Орске плюс 6. Вот такая вот тепловая аномалия. Но в Сибири нормальные морозы. Минус 7, минус 10. Мы видим, да. В Красноярске стало гораздо холоднее. Минус 13 градусов. Таруханский минус 28. Норильск минус 28. Такие температуры, да. Иркутск минус 7 градусов. Погрузился здесь. Саяны такие холодные. Вот Кызыл минус 12, да, здесь. Центр холода. Там должен встать. И тогда придет зима. Вот что пишет Алексей Васильевич из Иркутска. Всем привет с берегов Байкала. Иркутск. Вторник. Время 14.45. Облачно. Ветер 5 метров в секунду. Температура минус 4. Метель началась. Соседний дом видно с трудом. Температура понизилась до минус 6 градусов. Это вот свежее обновление буквально через час. Не перестаю удивляться человеческой глупости управляющей компании. Выпал снег. Подмети тротуары и пешеходные дорожки. Ну не подмел, потом плюсовая температура несколько дней стояла. Ну лопатой жижу с тротуаров бери. Делов на 15 минут нет. Надо дождаться мороза. Стоят, лед долбят. Вы знаете, чтобы людей занять чем-то, это делается специально. Причем это не только с уборочным службами. Это во многих сферах именно так происходит. Поэтому ничего здесь удивительного нет. Так, пропустил комментарий Джек Воробей, пишет из Нижнего Новгорода. И сейчас минус 3. Пишет, что не может заменить юзера с непонятными уроглифами на псевдоним Джек Воробей. А вы знаете, а вы спросите вот Алексея Васильевича, он вам подскажет. Напишите ему сообщение или ответ на его комментарии. И он вам напишет, как и что сделать. Он знает. У нас в Нижегородской области вчера сильно мело передувает. В выходные мороз прижимал до минус 12 градусов. Светлослов Кургузов Шар, пишет Алексею, благодарю за обзор. Спасибо вам большое. И Оксана Шевченко пишет, спасибо Алексею. Благодарю вас. Так, ну а мы идем дальше. Теперь давайте посмотрим, что у нас в Якутске происходит. Минус 20 градусов. То есть все съели этот циклон. Видно, да. Он дошел до Аянова здесь вот минус 4 градуса сделал. Николаевск на Амуре минус 4 градуса. Но уже никаких плюсов, никакой энергии нет. И в Охотском море на побережье Охотск минус 15. Магадан минус 23. И видно, как хорошо замораживает Охотское море. Даже Камчатка от этого получает мороз. Здесь минус 1. А вот тепло сейчас в Анадаре, потому что циклон сюда пришел. И перед ним нанос теплого воздуха. Здесь плюс 2 градуса. Кабсомольск минус 6. Хабаровск 0 градусов. Уссурийск плюс 3. То есть потеплело здесь в районе Кореи. Пекин тоже плюс 10. Получает тепло. А в Китае поднялись температуры 20 градусов. На юге 25 градусов. На Западе тоже здесь потеплело. 9-10 градусов. Даже 13 в Хатане есть. В Закламакане. В Индии 25-30. Все прекрасно. В Австралии так и влияние. Смотрите, какое долгое. Сколько месяцев мы это наблюдаем. Влияние Антарктиды. Поэтому такие умеренные температуры. По побережью где-то 16-17 градусов. В Тасмании 13 градусов. Южный остров 12-13. Северный 17-18. Это Новая Зеландия. Так. В Африке все хорошо. Южная Америка. Давайте глянем, что здесь интересного. Здесь у нас на юге плюс 1-5 градусов. Не жарко. До этой до ведьмы. Но Буэнос-Айрес начал прогреваться. Эта часть Аргентины. Здесь 20+. Пошли в Парагвай. Здесь теплее стало. В востоке Бразилии еще прохладно. В центральной части здесь, как обычно. Так. Давайте посмотрим теперь. Аляску. Туда пришли настоящие морозы. По северу минус 10, минус 16. Фарбэнкс минус 12. Анкорич минус 7. То есть видно, что вся Аляска заморожена. Доусон минус 30. Это Юкон. Так. Юго-Запад Канады. За счет циклона здесь прогрелся. Основательно. В Анкори плюс 6. Принц Джордж 5. В Калгари пока минус 1. Великие равнины здесь минус 4, минус 5, минус 10. Кое-где к северу. Вот. Хвост сюда заходит. Это вот циклона. Поэтому тепло. У Гудзонного залива. Но на востоке здесь прохладно. Минус 6, минус 8. Такие температуры. Торонто правда плюс 2. На великих равнинах США здесь плюс 5, плюс 11. Ну вот основные процессы сейчас происходят. Вот здесь вот у нас Индиана, Тиннис, Кентукка, Алабама, там Миссисипи, Джорджия. Вот в этих штатах там сильные грозы. Может быть где-то возможны там какие-то шквалы и все прочее. Так. Давайте посмотрим, какие события будут у нас ночью сегодня. Морозные. Ну смотрите, мороз пойдет и в Восточную Германию проникнет и до Азовского моря дойдет и чуть ли не до Кавказа. Но до Каспийского моря точно коснется. И вот такие вот ложбины прям проходят. Видно, что они идут с севера сюда на юго-запада. И Данию даже попытают подморозить. Но вот Альпы пока там локальный мороз. А Средняя Азия за счет циклона наоборот сюда вынос теплого воздуха со стороны Индийского океана. Ну серьезные морозы. Кстати, вот в Центральной Сибири, тоже Якутия такие. И в Примоге мы видим такой хороший морозец. Так. Давайте посмотрим завтра днем, что будет. А днем он не отступает. Морозец. Смотрите, стоит все на месте, как вкопанный. Никуда не отходит. Все на том же самом месте. Те же самые процессы в Средней Азии. То есть практически полное повторение. Солнце, видно, что оказывает малое влияние. А у США в плюсовой температуре будет. В Канаде мы видим сюда за циклоном и заходит серьезный мороз. На этом все. С вами был Алекс. Канал Бередлабжи. Отличного положения. Отличного положения. Продолжение следует...